Приветствую всех любителей саксофона Буквально несколько дней назад один из подписчиков канала Александр написал мне, что будет проездом в Санкт-Петербурге и хочет привезти пару муштуков на тест И вот мы с ним встретились в понедельник и он мне принес вот такую замечательную коробочку Это очень популярные во всем мире муштуки которые особую известность приобрели у нас в стране благодаря копиям с Алиэкспресс которые я тоже обозревал Итак, внутри два муштука один металлический, второй абонитовый Давайте начнем с абонитового Это муштук Дурга который нам всем известен по своей металлической версии но в данном случае эта версия сделана из абонита У меня уже был обзор на Дургу но по-моему третьей серии или второй она была толще а это четвертая серия она отличается по геометрии поэтому будет интересно на ней поиграть и второй муштук муштук знаменитой подписной серии Минди Абар металлический с большим мостом и поподробнее тоже про него расскажу и поиграю на нем Итак, давайте повнимательнее посмотрим на Дургу это явно версия эстрадная судя по его узенькому клювику пасть номер 7 камера, кстати, внутри довольно широкая по внешнему виду он должен звучать очень ярко сейчас мы это проверим а вот второй муштук Минди Абар поражает очень высоким мостом и большим сужением во входе во вторую камеру то есть очевидно, что мало того, что он мостовой как обычная Дурга но при этом у него еще и очень сильно сужена вторая камера таким образом он должен давать очень яркий пробивной звук такой то, что называется стеклорез но при этом должен быть устойчивый поэтому давайте проверим, как это звучит на практике и может быть даже сравним его с копией с Алиэкспресс 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Китайской дургой Китайской дурги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть лучше, хотя тоже мне она не очень нравится Если говорить про Миндиабар Это гораздо более устойчивый мундштук У него меньше всего дублей Я на него потратил Он ярче всего звучит за счет вот этого сужения в камеру Это настоящий стеклорез И по звуку он похож на такую иголочку Знаете, которая пробивает любой тембр Любого инструмента в любой рок-группе Вас услышат, то есть он пробивает Толщу любого микса Это очень яркий мундштук И при этом он устойчивый То есть он хорошо играет и в третьей октаве И в начале четвертой октавы И тоже не могу сказать, что он идеальный Хотя вот за 600 долларов Хотелось бы, конечно, идеальный мундштук получить Но тем не менее у него тоже есть Некая легкая неустойчивость Но гораздо в меньшей степени, чем у Эбонитовой дурги И еще один момент Есть Эбонитовая дурга и китайская дурга Они гораздо шире, чем мундштук Миндиабар Он уже, и за счет этого выпуклость у него больше Поэтому мне, например, было не очень удобно Ставить зубы на него Когда широкая площадка Зубы стоят ровно А здесь мне казалось Будто зубы находятся на какой-то Выпуклой такой поверхности И они все время пытаются куда-то сместиться Вправо-лево Это тоже дело привычки, очевидно Но поначалу мне было неудобно В общем, любой мундштук требует приигрывания Из этих двух я бы, конечно, выбрал Миндиабар Другое дело, что настолько яркий мундштук Далеко не всегда нужен И он потребуется вам в определенных стилях Но он далеко не универсальный Но он таким и не создавался Впечатления у меня смешанные Конечно, за такую стоимость За 400, 600 и больше долларов Хотелось бы иметь нечто идеальное И вот тут у меня обычная претензия к Тео Вейн Если китайцы могут сделать то же самое за 30 долларов То почему вы это делаете за 700 или за 650? Понятно, разработка, реклама, все дела Но очевидно, что производство гораздо дешевле Поэтому, если бы они снизили цену хотя бы вдвое И продавали бы эти мундштуки по 300 долларов С таким же качеством То покупателей было бы гораздо больше На мой взгляд, эти мундштуки достаточно переоцененные Гораздо дешевле можно купить мундштук Или бейл или любой другой мостовой мундштук Тот же Вандоран, Джумба, Джава При меньшей стоимости он будет давать качество Возможно, даже лучше Так что не ведитесь на рекламу Обязательно пробуйте их Но, тем не менее, эти мундштуки играют Мне на них было комфортно Особенно на модели Минди Которая была названа в честь знаменитой Американской саксофонистки Которая такая, как Кенди Далфер Только американская В общем, спасибо большое Александру За возможность протестировать мундштуки Я все еще жду Бенцената, который даст мне на пару дней Настоящую дургу Третью, четвертую или пятую Любую, но металлическую Сравнить с китайской копией Мне интересно, это китайцы Немножко налажали там в производстве Или они точно скопировали И у оригинальной дурги тоже есть Этот недостаток по звуку Вот это было бы интересно проверить В любом случае, китайцы Делайте свое черное дело Делать мундштуки дешевле Мы у вас их купим Если вы сделаете их качественно Еще раз спасибо за Александру За предоставленные мундштуки И отдельная благодарность Патронам канала, которые поддерживают канал Благодаря вам этот канал и существует Спасибо большое И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok